Привет, ребятки! Электроинструменты, такие как электрогитары или электробас-гитары, занимают очень важное место в нашей жизни, во всяком случае, большинство тех, кто смотрит это видео. Мы можем часами играть на наших любимых инструментах, делать музыку, но природу этих творений, как они работают, мы, большинство из нас, понимаем весьма условно и туманно, хотя мнение имеем и порой яростно отставим его во всяких срачах на различных площадках. Какое все-таки значение имеет для звучания электроинструмента дерево, или, лучше сказать, материал, из которого он создан? Одна из точек зрения гласит, что поскольку электрогитара является электрогитарой, за счет того, что у него есть магнитный звукосниматель, у которого есть магнитное поле, металлические струны болтаясь, в котором создают в звукоснимателе сигнал, который идет в усилитель, следовательно, звучание такого инструмента на выходе и зависит от звукоснимателя и струн, потому что, ну, каким образом в эту систему вклинивается влияние дерева, потому что оно не магнитное и не электро, так ведь? В принципе, звучит логично, на первый взгляд. Но, вот, посмотрите на эту штуку. Это динамический микрофон, все вам хорошо известны, я на нее записываю голос. А кто-нибудь вникал, как он устроен? Ну, про мембрану все слышали, окей, слушаем тогда дальше. К мембране подсоединен проводник-катушка, который находится в магнитном поле от магнита. Ничего не напоминает? Мы создаем звуковые волны, они колеблят мембрану, мембрана приводит в движение катушку, она колбается в магнитном поле, и вы понимаете, что происходит дальше. То есть снова звук преобразуется в электричество посредством магнита и проводника, который движется в магнитном поле и тем самым создает электродвижущую силу. ЭДС, который вызывает ток, это и есть наш сигнал. Называется это явление электромагнитная индукция. Но никто же не будет здравым уметь говорить, что звук окружающей среды не влияет на звук, записанный микрофоном, а формируется он самой катушкой и магнитом. Если мы возьмем несколько разных микрофонов и запишем на них, например, свой голос, то некоторое различие между этими записями, конечно, будет. Но в целом, кроме этого, на всех записях мы получим именно свой голос, точное воспроизведение того, что мы на него наговорили. Так получается, потому что ЭДС, сила вызывающая ток, пропорциональна частоте и амплитуде колебаний мембраны. Так уж природа устроена. А мембрана, ну вы понимаете, какой звук мы на нее направляем, так она и колеблется. Мембрана колеблется, создается ЭДС и ток, который по частоте и амплитуде пропорционален колебаниям мембраны. Потом она ток усиливается в усилителе и подается на динамик. А знаете, что такое динамик? Это магнит, катушка в магнитном поле, жестко соединенная с диффузором. На катушку подается ток. Она, находясь в магнитном поле, начинает колбаситься пропорционально частоте и амплитуде тока, приводит в движение диффузор, который создает колебания в среде. То есть это как динамический микрофон, наоборот. Если там мембрана снимает колебания и магнит с катушкой преобразует ее в ток, то здесь катушка с магнитом преобразует ток в колебания, а диффузор создает колебания среды. И на выходе мы слышим то, что направили на мембрану. Вот так все в природе взаимосвязано. Ладно, как преобразуется звук в электричество на примере динамического микрофона мы разобрались, теперь давайте вернемся к нашим любым гитарам. Если насчет звукоподключенной электрогитары и влияния на него акустических свойств инструмента возникают вопросы, насчет самих акустических свойств вопросов нет. Наверное все понимают, что акустическое звучание гитары непосредственно зависит от материала, из которого она сделана, а точнее от его физических свойств и ее конструкции. Многие это понимают по-своему, но в целом все-таки это факт не властно-общепризнан. На самом деле влияет тут все. Вот я сижу в гудгитарцев, тут висит целая куча гитар, возьмите каждую и просто поиграйте на коленке, вы не найдете двух прям одинаковых гитар, потому что все они чем-то, но будут отличаться, пусть даже какими-то мелочами, от которых мы можем вообще не знать и не иметь их в виду. Все эти элементы, каждый внося свой небольшой вклад, формируя строение инструмента, создают также тембр инструмент, его голос, как строение нашего репчевого аппарата, формирует наш голос. В целом все у всех устроено одинаково, но что-то у всех отличается, и голос, следовательно, у каждого отличается. И связки не работают там сами по себе, они являются частью этого комплекса. Так и струны гитары не колеблятся и не звучат сами по себе, они входят в резонанс с инструментом. Резонанс – частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, которое проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определенными значениями, характерными для данной системы. Мало кто понял это определение, наверное, но это важно. Очень, грубо говоря, мы дергаем струну, и наш инструмент, в зависимости от своей конструкции, будет резонировать на разных частотах, усиливать амплитуду этих частот и влиять тем самым на колебания самой струны. Все работает взаимосвязанно. И нет такого, что дерево звучит отдельно, струны отдельно, и вот у нас пьезо снимает звучание дерева, магнитный звукосниматель – звучание струн. Я снова сравню это с микрофонами, потому что кроме обычных знакомых нам микрофонов, которые снимают колебания воздуха, бывают такие устройства, как ларингофоны, которые крепятся прямо на шею и снимают колебания кожи. Где бы устройство не снимало колебания, созданные голосом, и каким бы образом оно это ни делало, оно будет снимать колебания, созданные голосом, и его воспроизводить, хоть каждый со своими особенностями. Так и здесь все ровно так же. Я надеюсь, что это было довольно понятное и полезное объяснение, что оно ответило на вопросы, которые могут у многих возникать. Если я в чем-то не прав, и вы хотите меня поправить, то добро пожаловать в комментариях. Также давайте знать, если эта информация действительно оказалась для вас полезной и интересной. Заходите в гости в GoodGuitars, ну и всем пока!